здравствуйте дорогие друзья чрезвычайно рад всех приветствовать сегодня такая важная тема знаете что называется накопилось и давно хотел по этому поводу высказаться очень часто слышу от уважаемых родителей что у нас нормальная семья у нас все в порядке мы хорошо доверительно общаемся и вот у меня был такой случай когда уважаемая мамочка она вот ну примерно такими словами не обрисовывает ситуацию в семье в этот момент сзади открывается дверь я вижу там ребенок который заглядывает на поворачивает гоголь быстро закрой дверь я сказал я сейчас не хочу никого обидеть поймите меня правильно просто мы взрослые иногда не замечаем сами за собой как мы собственно говоря себя ведем и насколько наше общение бывает не экологичное я сейчас говорю о личной неудовлетворенности вот очень много взрослых людей уже находясь сознательном возрасте в осознанности взрослого человека сами не замечают за собой насколько неудовлетворенные они собственной жизнью и именно из-за этого возникают сложные отношения с детьми то есть казалось бы мы все нормальные хотя понятное дело что критерий нормальности он такой достаточно относительный вот но вот ребенок у нас сложный вот уважаемые родители пожалуйста вот запомните это раз и навсегда вот даже поговорка о тасинки не родятся апельсинки если у вашего ребенка проблемы в обществе школе я имею ввиду да с учителями с другими учениками значит у вас сто процентов есть внутренняя неудовлетворенность собой и собственной жизнью вы может быть даже не замечаете как вы транслируете эту неудовлетворенность а подросток соответственно вас считывает начинает копировать ваше поведение это происходит на подсознательном уровне и мы сами не понимаем что вроде бы как все нормально а с ребенком есть явные проблемы это первая причина почему у нормальных родителей бывают сложные дети второе это неприятие что-то в ребенке но вот что-то в ребенке мне не нравится что-то вот не так сидит не так свистит еще там что-нибудь делает не так вот мне бы хотелось по-другому еще раз обращаю ваше внимание дорогие родители что наши дети они наши они похожи на нас у них есть черты характера какие у нас но это абсолютно другие люди которые не обязаны делать нас счастливыми то есть они не обязаны соответствовать нашим ожиданиям вот чем фишка поэтому их нужно принять именно как других людей я имею ввиду наших детей нужно принимать как других людей и не пытаться их подкорректировать под себя если вы хотите чтобы у вас были нормальные отношения если вы хотите чтобы ребенок все-таки в какой-то степени соответствовал вашим ожиданиям то наладьте с ребенком отношения сделайте отношения глубокими эмоциональными доверительными и все будет прекрасно и все будет замечательно все обязательно станет в том самом нужном направлении какой бы вы какой бы вы сами для себя хотели ну и наконец третья причина почему у нормальных родителей бывают трудные дети это обида да дорогие обида на своих родителей она влияет на наше воспитание мы каждый раз себе говорим что вот меня воспитывали вот так мне это не нравилось я никогда не допущу такого же отношения и мы это не допускаем но мы начинаем допускать что-то другое вот эти обиды нужно отпустить с этими обидами обязательно нужно поработать они есть у всех у каждого человека есть такая знаете я слышал такую песню у каждого есть книга обид вот у каждого человека есть эта книга обиды с детства и очень много там обид на родителей с этим нужно поработать найдите возможность найдите время найдите специалиста который вам в этом поможет если хотите пожалуйста можете обратиться ко мне буду чрезвычайно рад быть для вас полезным и в завершении хочу сказать еще несколько слов поэтому материалу все хотите пожалуйста обращайтесь первая консультация всегда бесплатная на короткая 20-30 минут но за время этой консультации вы поймете не только свою ситуацию но и получите конкретные рекомендации в какую сторону вам двигаться дальше что касается развития наших дорогих уважаемых детей то я хочу обозначить вот какую штуку на этих зимних каникулах начиная с 3 по 8 января у меня будет проходить очень интересный курс повышения самооценки который называется игра в кальмары я не просто так назвал этот курс игра в кальмары так же как называется одноименный сериал корейский потому что смысл этого сериала преодоление себя преодоление жизненных сложностей не с помощью спортивной подготовки не с помощью силы а с помощью душевности с помощью ума и хорошего отношения к людям если вы смотрели сериал то да там очень много крови там очень много всякого неприятного но смысл сериал именно в том что побеждает в результате человек самый душевный который лучше всех относится к окружающим людям который больше всех уважает окружающих людей именно это дает ему силы в жизни справиться с любыми трудностями так вот игра в кальмара курс который я предлагаю для ваших подростков от 13 до 16 лет он будет проходить в тольятти в очном формате и в онлайне он будет также проходить по московскому времени по вечерам в течение зимних каникул с 3 по 8 января 6 занятий и я буду учить детей общаться друг с другом я буду учить детей доверять друг другу я буду учить детей уметь строить стратегические планы и выводить эти планы на достижение результата в общем то будут законы власти там будут законы влияния и там будет практика переговоров вы сами увидите и удивитесь насколько изменится ваш ребенок насколько изменится его кругозор расширятся его возможности и появится желание не только учиться в школе но и достигать в жизни положительных результатов вот такое предложение пожалуйста пишите звоните набор на группы идет прямо сейчас буду очень рад быть для вас полезным желаю всем счастья здоровья успехов пока спасибо за внимание